Опухоль 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 Генов позволяющие как раз таки сертифицировать пациентов в ту или другую группу. И на самом деле драматические различия в ожидаемых сроках метастазирования. Пятилетний риск появления метастазов при отношении пациентов к классу 1А всего 2%. То есть пациент практически не имеет риска появления отдаленных метастазов. А больные, имеющие наиболее неблагоприятную комбинацию факторов, риск появления метастазов превышает 70%. То есть ясно, что кратность обследования пациентов для выявления тех или других пораженных органов, он возрастает в разы. И в зависимости от молекулярно-генетического статуса и толщины опухоли, как я уже говорила, сроки жизни пациентов безрецидивной выживаемости выраженно отличаются. В частности, мы видим практически 100% выживаемость пациентов при наличии благоприятных признаков, не буду на них останавливаться. И снижение кривых выживаемости при наличии негативных факторов. Различия довольно значительные. Ну и лекарственная терапия, в принципе, как медицинский онколог говорил именно об этом. К сожалению, за последние почти 40 лет существенного прорыва в лекарственной терапии не было. Он происходит только буквально в настоящее время. Опухоль изначально резистентна к химиотерапии. И такие препараты основные, которые мы используем, это дакарбазин, фотомустин, токсаны, они обеспечат эффективность не более 10-15%. Стандартов лечения десимировных форм не существовало. Стандартов одевантной терапии тоже не существует до настоящего времени. Один из таких прорывных исследований, прорывных препаратов, это уже около 7 лет назад препарат силаметиниб, который в рамках исследования второй фазы показал свою эффективность с помощью попытки блокады МЕК. То есть это блокады сигнального пути, которые как раз таки запускаются одним из генов, как раз таки мутантный ГНАК ГЕН-11, который характерен для овиальной меланомы и который запускает этот каскад негативных патологических процессов. Но силаметиниб, блокируя МЕК, он приводит к повышению сроков безрецидивной выживаемости пациентов. Но опять же, если мы увидим, это исчисляется в неделях. 7 недель против 16 недель. Но, к сожалению, не приводит к преимуществам в общей выживаемости. Спровождается высокой токсичностью. Ну и общее чистое объективных ответов не превышает 14%. Ну, в принципе, сроки выживаемости пациентов представлены. И мы видим, что все-таки наличие вот этих вот мутаций, которые имеются у большинства пациентов, они негативно влияют на сроки жизни пациента. То есть кривые выживаемости пациентов и получающихся лантимит, но имеющих мутации, они, к сожалению, также снижаются. Ну и, конечно, сейчас эра ингибиторов иммуноточек контроля, поэтому, безусловно, и в отношении авиальной меланомы очень активно изучались данные агенты. В частности, опыт, опять же, опухоли леткая, поэтому количество пациентов в исследованиях, оно небольшое. В частности, такой коллективный опыт 9 центров, ну, всего 58 пациентов. Но, к сожалению, такие вот результаты лечения не самые обнадеживающие, не такие прорывные, не такие оптимистичные, как при лечении меланомы кожи. Медиан общей выживаемости не достигает даже 8 месяцев. Объективные ответы тоже крайне малы – 3,5%. Негативные факторы предиктивные в отношении при использовании ингибиторов иммуноточек контроля – это малая мутационная нагрузка, малая инфильтрация т-лимпоцитами, гиперэкспрессия мук. Ну, в принципе, высокая нагрузка и высокая степень инфильтрации т-лимпоцитов – это такие косвенные признаки все-таки большей ожидаемой эффективности при использовании ингибиторов иммуноточек контроля. Ну, изучался, безусловно, и пембролизумаб, и неволумаб. В частности, неволумаб демонстрирует все-таки более значимое увеличение общей выживаемости уже превышающую год. Половина пациентов переживает данный рубеж, и, в принципе, через полтора года продолжают жить около трети пациентов, что, скажем так, уже более позитивно. Комбинация препаратов неволумаба и эпилюмаба стилей-4, конечно же, спровождается ожидаемо большей эффективностью, полный ответ даже отмечается у одного пациента, скажем так, из 30, немного, но это возможно. Частичные ответы до 13%, половина пациентов сохраняет стабилизацию. Ну, здесь, в принципе, всегда для ингибиторов иммуноточек контроля достижение эффекта и его сохранение с большей вероятностью обеспечивает такое позитивное влияние на сроки жизни пациента. Ну, сейчас мы тоже в эти графики уже выживаемости видим, что медиана общей выживаемости уже 19 месяцев, то есть уже полтора года. Однолетняя общая выживаемость сейчас 6%. То есть, в принципе, то, что потенциал для реализации такого воздействия на иммунную систему есть в отношении и овеальной меланомы тоже, он, в принципе, подтверждается. Ретроспективные исследования комбинации неволумаба и эпилюмаба, то есть, в принципе, уже реальная клиническая практика, медиана общей выживаемости уже почти полтора года. Клинические исследования, безусловно, ведутся, поскольку опухоль относится к таким резистентным, пока еще таким терроинкогнито, да, для онкологов, для занимающихся химиотерапией, поэтому огромное количество препаратов тестируется, там, первые фазы проходят или не проходят, комбинации ингибиторов и внутренних контролей, различные таргетные препараты, вирусоподобные частицы, лимфоциты, вакцинотерапия и так далее. Ну и такой к прорывным препаратам относится препарат Табинтофасп, который, на самом деле, он совершил такую революцию в лекарственном лечении увиальной меланомы. В принципе, механизм действия его основан на том, что в увиальной меланоме, так же, как в меланоме кожи, имеется так называемый гликопротеин-100, это ассоциировано с опухоли антиген, который активно экспрессируется на поверхностях клеток увиальной меланомы. И препарат синтезируемый, это лекомбинантный, имеет две зоны, так называемую таргетную зону или целевую зону и эффекторную зону. Одним фрагментом она связывается с гликопротеином-100, другим фрагментом она связывается с цитотоксическими Т-лимфоцитами. И таким образом происходит механизм такого буквального притяжения или перенаправления Т-лимфоцитов, они буквально притягиваются или привязываются к опухолевой клетке и реализуют свой эффект. Здесь, в принципе, этапы эти показаны. И высокая очень афинность, высокое сродство в 10-5-10-6 степени к гликопротеину имеется в данном препарате. Поэтому, конечно же, такой вот эффект притяжения, он срабатывает. И уже буквально в этом году, это АСКО 2021 года, состоявшийся в июне данного года, кривые выживаемости уже при наблюдении за пациентами более 30 месяцев. Мы видим, что медиана общей выживаемости уже увеличивается практически до двух лет. Это на самом деле прорыв. Мы говорили о буквально считанных количествах месяцев. То есть практически 22 месяца против 16. Причем эти 16 месяцев в контрольной группе реализуются также гибиторы иммуноточек контроля. То есть уже данный препарат, бентофасп, он уже более эффективен, чем возможное применение гибиторов ПД-1. Однолетняя выживаемость более 70%, общие ответы, объективные ответы до 9%. Ну и, в принципе, токсичность, она минимальна. И данное исследование было прервано преждевременно именно из-за того, что уже при первоначальном подведении итогов уже было показано, что препарат обладает такой доказанной эффективностью. То есть снижение риска смерти у пациентов происходит буквально в два раза, на 49%. И уже буквально упомяну те исследования, которые были представлены, опять же, на АСКО 2021 года, о том, что пациенты, получавшие препарат от бентофасп и прогрессировавшие на нем, имеют все равно лучшие показатели выживаемости, чем пациенты, получавшие иммунотерапию. То есть каким-то образом происходит запуск ряда биологических процессов, которые, конечно же, будут изучаться, которые в любом случае, даже при отсутствии эффекта, еще раз пощеркну, приводят к тому, что пациенты эти живут дольше, чем пациенты, получавшие гибиторы иммуноточек контроля. И интересные исследования о локальных методах лечения, перфузия печени с мелфоланом при поражении печени, реальной меланомы, исследования третьей фазы, которые также показывают, что перфузия с мелфоланом приводит и к высокой частоте полных ответов. По сравнению с контрольной группой, это системная лекарственная терапия, до 7,5% полные ответы, 25% больных имеют частичные ответы, и общая частота обеспеченных ответов составляет 33%. По сравнению с 14% на системной терапии. И очень важно, что выживаемость без прогрессирования у больных, получавших такой локальный вид лечения, перфузию, она составляет 9 месяцев, то есть превышает контрольную группу 3 месяца практически в 3 раза. Это, в принципе, сохранение эффекта на протяжении 9 месяцев, это очень позитивные результаты. Поэтому эти два исследования, табентофасп и легендарная перфузия с помощью мелфолана при поражении печени, оно, в принципе, подтвердили свою такую ожидаемую, наверное, реализацию эффекта. Они реализовали ее и в виде увеличения показателей выживаемости без прогрессирования, и в виде увеличения показателей общей выживаемости. Поэтому, в принципе, можно консортировать, что, наверное, сейчас в лекарственной терапии у виальной меланомы, здесь мирный форум у виальной меланомы, существуют определенные весьма-весьма позитивные подвижки, которые, надеюсь, приведут к увеличению сроков жизни пациента, к реализации возможности лекарственной терапии и в отношении данной группы тяжелых пациентов. Благодарю за внимание. Продолжение следует...